Здравствуйте, уважаемые любители Орловской старины! Мы снова приветствуем вас в передаче «Прогулки с краеведом». И сегодня мы поговорим о месте, которое расположено недалеко от трассы Орел-Мценск. Это село Старцево-Лепешкино, которое, в общем-то, сейчас практически входит в черту города Орла. Но когда-то это была совершенно самостоятельная территория, к Орлу не имеющая большого отношения. Надо сказать, что это место вообще богато всяческой историей. И эту историю мы можем увидеть буквально в нескольких шагах от трассы, повернув от памятника так называемому Алёше в районе стальпрокатного завода направо и по извилистой дороге асфальтовой, вскоре мы окажемся рядом с этим замечательным храмом. Место это было известно с XVI века. Когда создавалась песцовая книга, то о них те переписчики, которые записывали состояние местных дел, подробно описывают здешнюю ситуацию. Место это тогда на берегу реки Леженки, сейчас практически ее почти что нет, есть только овраг, а когда-то была речка, потом ручей Леженка. Здесь находился так называемый Старцев верх, на котором располагалось древнее Старцево селище. Само это название, селище, говорит о том, что, видимо, еще до XVI века люди здесь селились. Лишь первое письменное упоминание относится к этому периоду. И вот те переписчики очень скрупулезно отмечали, что здесь была расположена деревянная клетская церковь. Клетская – это значит, похоже на обычный домик или сарайчик, на котором только возвышалась тоненькая, как свечечка, клавка. Все остальное напоминает обычную избу. А вот рядом с ней, на этих же государевых землях, принадлежавших царю Федору Иоанновичу, сыну Ивана Грозного, был также и дом попа. А также здесь располагался и двор, который принадлежал дьякону дичку, как сказано. И просфорница здесь тоже была, видимо, где жила женщина, пекшая просфоры. Причем приход здесь был очень большой. Уже в конце XVIII века число прихожан достигало 199 дворов. Это огромное количество, почти 200. А в каждом дворе по 10 детей, муж и жена, да старики. Поэтому можно сказать, что это был культурный центр целой округи. И не случайно о нем мы имеем столько интереснейших сведений. Важно сказать, что этот храм, который был первоначально поставлен здесь, на Старцеве верхе, в Тайчуковом стане Орловского уезда, изначально, мы это знаем по писцовым книгам, имел посвящение святому Николаю Угоднику. И сейчас до сих пор он ему посвящен. Это удивительное постоянство. Церковь подчас меняли своего небесного патрона. А вот здесь он все тот же. Вообще, святой Николай, как описывают иностранцы, в XVI-XVII веке, как и сейчас, а может быть, еще больше, чем сейчас, почитался на Руси. Даже иностранцы писали, что как будто бы у русских два бога. Иисус Христос и еще святой Николай. Так его в народе любили. И, наверное, не случайно, что это святой сохранил. Это святое место. И святое здесь все. И до сих пор цело. Вторые святые и другие святые, которым посвящен этот храм, предели изначально тоже бывшие. Они тоже упоминаются в XVI веке. Это Борис и Глеб. Вообще, Борис и Глеб – это первые канонизированные русские святые, князья-страстотерпцы, которые по преданию были умерщены святополком Окаянном Древней Руси. И, в общем-то, первыми канонизировали их, считая их образцом служения Отечеству. И как бы в их канонизации прославляя братство, дружбу против измены и подлости и предательства. И вот эта церковь сохранила это посвящение. Об этом говорит и тот образ святого Николая, который мы видим сразу на входе, на фронтоне этой церкви. Мы с вами можем разглядеть внимательно храм, построенный уже в середине XIX века на месте обетшавшего деревянного. Мы видим, что это типичная постройка позднего классицизма. Вообще, середина XIX века – это уже другие стили. Но в провинции, к которым, конечно, относится и наша территория, стили запаздывали и появлялись, и проявлялись позже, чем в центре, в столицах. Поэтому этот храм построен в стиле ампир или в стиле позднего классицизма в середине XIX века, в уходящем уже в то время, в прошлое. Но мы видим очень интересные характерные детали. Во-первых, как и положено для классицизма, здесь на квадратном кубическом основании храма мы видим купол, круглый купол. На нем сейчас луковица, но когда-то, скорее всего, была главка, покрытая полукруглым завершением. А вот дальше совершенно чудесная архитектура. Мы видим, что под ступенчатым карнизом окна, круг окон, люкарн, круглых окон. Далеко не везде такие замечательные окна мы видим в архитектуре Орловской области. Чаще это полуциркульные окна, квадратные окна, а вот тут изящнейшие круглые люкарны. Но самое главное, что мы видим их и ниже, на основном объеме храма, тоже ряд люкарн, круглых световых окон. И тоже такой же ступенчатый карниз с достаточно большим выносом. Ну и, конечно, плоскость стен, куба основания, объемы основного храма расчленяют пилястры с капителями, что было типично для стиля классицизм. Мы также можем видеть, что здесь на стенах трапезной ярко выраженная рустовка. Рустовка, напоминаю, это когда такие выпуклости, похожие на шоколадку, мы видим на храме. Это придает особую роскошь храму, хотя он сам не богатый, но сочетание вот этих декоративных элементов придает некую изысканность. Это же можно сказать и о так называемых дентикулах, то есть таких зубчиках под карнизами. Денти-зуб. Дентисты – те, кто лечит зубы. И вот эти дентикулы, такие небольшие выступчики, похожие на зубчики, они, хотя и вроде бы простые, но создают изысканность общему силуэту всего вот этого сооружения. И, конечно, это один из прекраснейших образцов позднего классицизма в нашем регионе. Ну, а кроме объема храма есть еще и колокольня. Большинство храмов Орловщина имеют колокольни более поздние по времени постройки, чем основные храмы. Это связано со многими причинами, но здесь мы видим колокольню практически в том же стиле, в котором построен храм. И она объединена с ним, эта трехъярусная колокольня, теми же архитектурными деталями. Мы здесь, например, видим окна люкарные. Это вообще большая редкость, чтобы на колокольнях были круглые окна люкарные. И это создает некую общность стилистическую всего ансамбля церкви. Третий ярус колокольни – это высокий полуциркульный этаж, так называемый ярус звона, где висели колокола, чтобы давать резонанс хороший. Ну и завершается колокольня высоким-высоким шпилем на так называемой вальмовой кровле в виде колокольчика кровля. Вот это придает тоже большое изящество простоте колокольни, которая, если бы не этот высокий шпиль, смотрелась бы, может быть, даже слишком рассадисто, слишком грубо. А вот с этим шпилем она приобретает воздушность и завершенность. Совсем недалеко, через обрах от церкви, находятся остатки одной из старинных усадеб Орловского края. Это усадьба известной фамилии русских плотоводцев, военных, баронов Остен Саакен, выходцев из немецких земель. Эта фамилия была очень известна в XIX веке, у них гостили очень многие наши орловские знаменитости. И чудом от большой усадьбы, которая когда-то располагалась здесь, не дошла до нашего времени. Дом был разрушен в годы Второй мировой Великой Отечественной войны. Ворота, которые до сих пор, до недавнего времени сохранялись, рухнули не так давно. И вот остался этот флигель. Возможно, по другой версии, это каретный сарай усадьбы в этом небольшом здании, которое сейчас стало, по иронии судьбы, жилым. Прослеживаются черты русской неоготики конца XIX века. Мы видим конические завершения украшений. Мы видим здесь поребри кирпича под карнизом. И, в общем-то, несмотря на то, что это хозяйственная постройка, в ней угадываются черты стиля всей усадьбы. Но в целом, конечно, к сожалению, она уже утеряна. Но вот это небольшое здание – свидетель того славного прошлого. Здесь, в этом многополярном месте, как можно было бы сказать, это модное слово сегодня, мы с вами прощаемся и в следующий раз поговорим о новых интересных местах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова